Анатолий Михайлович Зотов Подмосковные вечера в составе агитбригады. Большое вам спасибо, что организовали такой хороший концерт. Спасибо. Второй год, в прошлом году тоже было. Нас не забывают, ветеранов. Видимо, есть до что вспоминать. День Победы – еще один повод выразить благодарность защитникам Отечества и вспомнить о тех, кто не дожил до наших дней. Война коснулась практически каждой российской семьи. У меня дедушка воевал, вернулся без ноги, был ранен. Боевые награды. Я помню его хорошо с детства, его рассказы. Это моя мама, которая ребенок войны, которая родилась в 1939 году. Это день, который мы им, сейчас своим внукам, пытаемся донести, что такое День Победы. Это память наша. Скромные участники, которые пошли на фронт. Фамилия у всех троих Одинцовы. Они все вернулись с фронта. Один воевал на Карельском фронте, другой воевал в Прибалтике. А третий, он не был военным, был гражданский, но пошел в партизаны и дошел до Сталинграда. Он участник Сталинградской битвы. Вот все трое, они вернулись домой с победами, с медалями. Праздничные митинги прошли по всему Одинцовскому округу. Жители Звенигорода собрались на центральной площади города у мемориала славы, чтобы почтить память павших. День Победы День Победы, это, конечно, особенный день. Здесь проходила линия фронта. Очень много звенигородцев полегли на боях, защищая Москву. И, конечно, сегодня мы здесь, в Звенигороде, отдаем дань памяти всем героям. Поэтому всех поздравляю, помните об этом великом подвиге. И уверен, что он будет жить в наших детях, в наших внуках, в наших правнуках вечно, как самый главный праздник. Самые кровопролитные бои шли на территории села Ершова и окрестных деревень. Окупанты сожгли их почти дотла, но жители не сдались, а потом пришли освободители. Фашисты в Ершово были практически 10 дней. 2 декабря 1941 года они вошли сюда и 11 декабря они ушли из Ершова в связи с тем, что в районе Николиной горы началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой. Сегодня здесь, на центральной площади в селе Ершово, установлен памятник слава воинам России, место поклонения и скорби. От неизвестных и до знаменитых, сразить которых года не войны, нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Венки и сотни букетов, военные песни, слова благодарности ветеранам и труженикам тыла. День Победы – праздник со слезами на глазах. Память о подвиге советского солдата предстоит хранить новым поколениям. За все, что есть сейчас у нас, за каждый наш счастливый час, за то, что солнце светит нам, спасибо доблестным солдатам, спасибо дедам и отцам. Сегодня день Победы, да? Ну, что день Победы значит? Ну, что мы разгромили все эти фашистские войска, победили, в общем, и... Ура! Ура! Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».